Возвращение на Луну в Обители Теней, Стражи из первой части встретили с радостью. Мы любим эти локации, так что вспомнить их и понаблюдать за изменениями за несколько лет крайне любопытно. Но что еще интереснее, так это то, что в Destiny 2 теперь есть еще одна миссия на космодроме, другой локации из Destiny 1. Устраивайся поудобнее, Страж. Сейчас я, Джонни Лейни, расскажу тебе, как попасть на просторы Старой России и чего интересного там можно найти. Чтобы получить возможность попасть туда, вам сначала нужно добыть квест «Тяжело в учении» и «В бою». Это экзотический квест, который вам выдаст оружейник Банши в Тауэре, после того, как вы закончите первую сюжетную миссию дополнения Обитель Теней. Сам квестовый предмет включает в себя три этапа, которые на самом деле довольно простые. Пройти любой затерянный сектор на ЕМЗ, завершить любое открытое публичное мероприятие, активировав героический мод на нем, и в последнем задании завершить любой сумеречный налет. Последний этап может у вас вызвать затруднения, если нет команды, или кажется, что сумеречные налеты сейчас сложные. Но не бойтесь. Во-первых, теперь в игре есть сложность Найтфолла Адепт, которая оптимальна под самый базовый уровень игры – 750 единиц. А во-вторых, там теперь еще и подбор игроков есть. Чудеса же! Ну и дальше на карте ЕМЗ появится специальный значок с миссией на космодроме. Да, в том самом. Вообще, игроки, что пришли в Destiny 2 с появлением бесплатной версии «Новый свет», получат вначале специальную миссию «Пролог», переработанную, точнее, перенесенную самую первую миссию из оригинальной игры. Ту, в которой нашего героя находит призрак и воскрешает. Нам, ветеранам мира Destiny, конечно, немного обидно было, что у нас тут шансов вспомнить все не будет. Но вот разработчики все же приготовили для нас кое-что особенное. Высадка в миссии располагается неподалеку от того места, где нас воскресили. Эта локация была также ключевой в своем роде. Тут проходило публичное мероприятие с шагоходом. На его примере показывали механику коопа и многие особенности игры на ее первом показе на выставке Е3. Продолжение следует... В миссии удачно обыгрывают это воспоминание и теперь тут бесконечно спаунится шагоход падших. Фарми не хочу. Итак, что же тут можно получить, кроме награды за квест? Лут из первой части, конечно же. Для этого вам не нужно убивать капитанов, как того требует от вас задание на миссии. Вместо этого ждите, когда прилетит очередной шагоход падших и разрушайте его. После этого ищите на локации сундук с наградой, открывайте и ждите следующий танк. Из сундука вы можете получить оболочку призрака в том виде, в котором мы встретили его впервые. Может также выпасть автомат хвостов, первое оружие, что мы держали в своих руках. А также оригинальный корабль класса Аркадия, на котором мы некогда и улетели с космодрома в свое приключение длиной в несколько лет. К слову, автомат хвостов вы можете получить, просто взяв его из коллекции. Что же касается самой миссии, то она завязана на поиске тайника Кейда 6, авангарда охотников. Нам предстоит пропрыгать по череде платформ внутри стены и разыскать схрон, в котором мы заберем экзотический пистолет-пулемет, анализатор рисков. Да, для большинства игроков, особенно тех, кто играет со старта Destiny 2, это вообще не новая пушка, но новичков сейчас в игре много. Обязательно возьмите его и экипируйте, даже если он у вас был до этого. Поскольку после того, как вы пройдетесь чуть дальше по коридорам, вас попросят протестировать новую пушку, а еще чуть позже предстоит сразиться с боссом падшим. За его убийство с помощью анализатора вас наградят катализатором для пистолета-пулемета. Так что это не только интересная миссия с возвращением в любимые края, но и залутаться тут приятными мелочами можно. Теперь вот полетать на нестыдном корабле можно. Ну и в качестве бонуса еще кое-что. Многие под прошлым видео и в сообщениях, и в комментариях в группе спрашивали, где достать эмблему НАСА. И хоть этот секрет уже не секрет для многих, но не отдельное же видео записывать про нее, правильно? Эта эмблема ждет вас в затерянном секторе на Луне. Сектор отдел логистики К1. После того, как убьете босса, зачистите эту огромную территорию, найдите справа от сундука разбившийся небольшой аппарат. Просканируйте его и все. Награда ваша. Носите на здоровье, космонавты. Теперь я побежал дальше осваивать контент, чтобы потом вам все показать и рассказать. Не забудь подписаться на канал Страж и залетай ко мне на стримы, задавай вопросы, да и просто пообщаемся. Счастливо!